Я тебе говорил, я классический правый лейберн. Возникает запрос на реалполитик, на рациональную политику, и в каждом вдруг проснулся бисмарк немножечко. И каждый вдруг уже немного такой, ну хорошо, вы хотите устроить Версаль, а что из этого мысли? Откуда теперь взялась вторая реалполитика? Она же что, не выросла на пустом месте? У этого способа мышления тоже есть свои корни. Они такие глубокие, как у аборигенского, способы отнесения к политике через солидаризацию и ненависть. Но в принципе укорененные в истории европейской мысли. Бисмарк придумывает это следующим образом. Он формулирует это так. Договоры, которые заключаются, не имеют статуса моральных императивов. Каким бы близким по духу мне не был, значит, мой сосед, если моей стране выгодно будет поддержать его злейшего врага, который мне по духу и по идеологии омерзителен, я обязан это сделать, потому что это в интересах моей страны. И поэтому, например, Германия может поддержать революционную Италию против своего ближайшего союзника, с которым заключено куча договоров, потому что это в этот момент выгодно. У реалполитик есть маленькая проблема, на которую указывали все. Слушай, извини, я тебя хочу перебить на секундочку. Вот ты говоришь, потому что это в этот момент выгодно, но здесь не получается, что ты просто вставишь категорию страны, нации и так далее, просто выше, чем договор. Но это, в общем-то, произвольное решение. Я тебе больше скажу, определение поставить интересы государству, не нации, страны, в тот момент, когда формируется идеология реалполитики. Хорошо, нет, я через запятую, через запятую здесь перечисляю, государство в том числе, да, но это абсолютно произвольное решение. Выше договора. Именно так. Это и есть определение реалполитик. Базовое определение реалполитик – это то, что не существует универсального критерия, например, договора с соседом, который был бы выше интереса государству. Что интерес государства первичен. В случае не оказывается такой же универсальным критерием в таком случае. В этот момент… Просто назначаешь государство универсальным критерием. Именно, собственно, как мы знаем, благодаря этому Бесмарку и удалось то, что ему удалось. Правда, мы знаем, чем это потом закончилось. Но именно так, потому что это как бы идея, понимаешь, это просто перенесенная на мировой уровень идея Адама Смита разумного эгоизма. То есть представление о том, что вот разумный эгоизм – это то, чем должно следовать государство. У него свой интерес. Никакой договор, никакая идеологическая близость, никакая симпатия к соседнему суверену не может стать основанием, чтобы ты отказался от своего интереса. Но ты начал… Нет, мне кажется, две вещи разные смешиваешь вместе. То есть, да, у государства есть собственный интерес. Вот полностью с этим согласен. Но ты повествование начал не с собственного интереса государства, а с интереса человека, который находится в государстве, который ставит интересы государства выше, чем контракты, которые были заключены. Нет, нет, в данном конкретном случае… Это разная перспектива. Абсолютно нет. В данном конкретном случае… Давай я восстановлю еще раз ход, потому что сейчас я больше тоже впаду в состояние коллективной возбужденности и заболтаю важные развлечения. У нас есть базовое развлечение – это символическая реальная политика. Что избирательный реализм, он потому избирательный, что он в короткой перспективе символическая политика, а вот как бы там в будущем уже включает разум и такой реал-политик. Символическая политика аборигенская, она строится на символических развлечениях, ее основная валюта – коллективное возбуждение. С этим мы уже имеем дело, довольно долго его имели. Она предполагает, что существуют некоторые универсальные моральные нормы, которые нужны… Ну, не универсальные, универсальные для данного сообщества. Которое себя таким образом определяет и отделяет от мира. Реал-политик строится вокруг концепции интереса, концепции государственного интереса, сильно связана с политикой централизации Германии, сильно связана с определенной исторической обстановкой, где вот этот принцип разумного эгоизма перенесен с человеческого уровня на уровень государства. То есть Бисмарк – это как бы Адам Смит в масштабах Германии. Вот я полностью твою мысль понимаю, мне просто кажется, что то, как ты в определении реальной политики встраиваешь государство, это абсолютно какое-то произвольное решение, которое совсем не обязательно должно быть таковым. То есть я бы сформулировал реальную политику немножко иначе, что реальная политика, да, это поведение, которое не считается с ранее заключенными договорами, руководствуется собственным, понятым, самостоятельным интересом. Но в рамках этого интереса государство совсем не обязательно будет находиться. То есть сейчас вот в том мире, в котором мы живем, это, как правило, так, но я не вижу, чтобы это было обязательным условием. Ты хочешь расширить понятие реал-политик так, чтобы придать ему какой-то хоть немного пристойный вид. Но вообще, как бы, давай считаться с историей, историей стиля мысли. У него очень грязная история. Нет, грязная в моем смысле сейчас было оценочное осуждение. Интересная, интересная. Между словом грязная говорим интересная история. И интересность этой истории стоит в том, а в какой момент вдруг в европейской политике появляется идея разумного эгоизма государства? В какой момент? Слушай, давай я просто еще одну короткую реплику вставлю, чтобы было просто понятным мой тезис. Мы видели, как, например, как религиозная, например, идентичность, как принадлежность к религиозному институту оказывается выше интересов государства. Вот это мы точно в истории видели неоднократно. И я именно к этому апеллирую, говорю, что, в принципе, фактор государства, который ты привносишь в определение реальной политики, оно здесь как бы не нужно абсолютно. Но ты же понимаешь, что реальная политика не об этом. К сожалению, реальная политика исторически об этом. Реальная политика исторически ровно о формировании национального государства и представлении о том, что государственный интерес нужно отделить от религиозного. Это была самая главная задача пост-уестфальская. Потому что иначе как у тебя можно управлять государством, где более половины населения себя идентифицирует либо по этническому, либо по конфессиональному признаку, но никак не по государственному, не по гражданству. Но вообще исторически реал политика – это, конечно, способ государству объявить о своей субъектности. Это способ сказать, что мы как субъект действуем, исходя из своих реальных государственных интересов. Почему нельзя сказать, что это просто попытка группы, объединенной общей идентичностью, соответственно, делать все, что ты перечислил? Потому что реал политик – это философия ОПГ. Если мы говорим про государство как ОПГ, что мы все чаще и чаще, к сожалению, делаем, то тогда это как бы способ обоснования государственной политики. Реал политик не применяется к никакому уровню изначально, сейчас уже применяется, кроме государственной. Это государственная политика. Реал политика – это вся штат политика. Потом понятия начинают расширяться, конечно, и сегодня мы его расширяем на все, что угодно. Но вообще изначально, если нет вот этой концепции государственного интереса, то теряет смысл выражения реальная политика. Тогда это становится просто, я не знаю… Мне просто ощущение, что ты мне сейчас рассказываешь хорошо историю появления термина, но в таком случае его изначальная формулировка была просто недостаточной. Оно потом стало расширяться. Оно потом стало расширяться. Но вот когда мы говорим про то, что многие люди примеряют сегодня на себя, прежде чем произвести некоторые высказывания, мантию государственного мужа из позиции будущего, в лучшем случае депутата парламента, в худшем руководителя государства, начинают делать некоторые заявления о том, что является государственным интересом прекрасной России будущего, это высказывание, которое делается в логике реал-политика. Потому что они мысленно уже там, они мысленно уже решают насущную, на тот момент проблему, и в этот момент прибегают к самым грязным трюкам в духе. Вы же понимаете, он не будет другого выбора. Вы же понимаете, все равно придется. Вы же понимаете, так и надо будет сделать. Это еще вторая моя личная претензия к этому избирателю реализму как стилю высказывания, потому что для того, чтобы произвести высказывание в жанре реал-политик, нужно представить себя на месте Путина. Нужно представить себя на месте Байдена. Никто не хочет, сука, представить себя на месте человека, который сейчас от российских бомб прячется в подвале. Но все очень хотят себя представить на месте, как минимум, эксперта, который пишет white paper для будущих оккупационных властей, как себя нужно вести. Вот в чем проблема реал-политика. Она тебя автоматически переводит в позицию лица, принимающего решения, видимо, для того, чтобы еще и компенсировать собственную ничтожность в данной ситуации. Поэтому... Я тебе говорил, я классический правый либерал. Но здесь как бы понятно, хотя бы интуитивно, психоаналитически понятен запрос на избирательный реализм. Он связан еще и с тем, что огромная масса, значит, людей, потерявших всякую субъектность своей собственной жизни, сидят и всерьез обсуждают, очень многозначительно поглядывая друг на друга, о том, как мы будем решать проблему репараций, когда придем к власти. Вот. Поэтому все же ты не сможешь окончательно вычеркнуть фигуру государства из реал-политика. Потому что изначально, в отличие от символической политики, субъектом которой была группа, племя аборигенское, и поэтому первый год люди, разбившиеся на племена, всячески пытались подчеркнуть свою собственную солидарность, принадлежность и идентичность друг другу тем, что закидывали говном всех, кто еще недавно к этой группе принадлежал или случайно мог бы с ней ассоциироваться. Явлинский, Венедиктов, там просто список расстрельный множился каждый день. Но вот как раз субъектом реал-политика всегда выступает государственный муж, который вот из позиции резонда этого делает высказывание. Ладно, хорошо, давай, предположим, сейчас мы не будем зацепливаться. Я на самом деле понял твою мысль, и я бы с ней поспорил, наверное, не сегодня в эфире, потому что этот разговор будет очень душным. Да-да-да, а то мы углубимся еще больше.